Это новости. В студии Гульнара Жендагулова. Сурдоперевод Хасан Исраилов. Состоялся телефонный разговор Касамжемарта Тукаева с Владимиром Путиным, в ходе которого главы государства обсудили актуальные вопросы стратегического партнерства, подчеркнув важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Центральные избирательные комиссии рассказали о порядке и деталях проведения внеочередных выборов Можилиса и Маслехаты. Ранее стало известно, что они пройдут в один день, 19 марта. Накануне президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Маслехатов всех уровней и распустил Нижнюю палату парламента. Подробности предстоящей избирательной кампании узнал Тимур Саппар. Внеочередные выборы в Можилис парламента в этом году совпадут с избранием депутатов Маслехатов. Уже с пятницы стартует выдвижение кандидатов, которое продлится 20 дней до 8 февраля. Затем начнется их регистрация. Она будет проходить по 18 февраля, отметили в Центре избиркоме. Далее месяц предвыборной агитации. 18 марта – День тишины. Как подчеркнули в ЦИК, избирательные кампании решили совместить и по срокам проведения выборов, и по основным этапам. Представляется целесообразным установить единые сроки этапов выдвижения, регистрации по всем выборам депутатов Можилиса и Маслехатов. Ну, наверное, политические партии будут этим предложением довольны, потому что для них абсолютно понятно, что сроки едины, выдвижения, как по мажоритарным округам, так и партийных списков. Ну и для граждан тут путаницы никакой не будет. Напомню, в Нижнюю палату парламента изберут 98 депутатов. 29 из них по одномандатным территориальным округам. Что касается Маслехата, в стране сейчас 223. Маслехата разного уровня. Избрать предстоит 3415 депутатов. Именно столько мандатов утвердил ЦИК. Как отметил зампредседатель Центра избиркома Константин Петров, эти выборы пройдут по смешанной системе. Если в Маслехате 30 депутатских мандатов, то 15 из них будет избираться по партийным спискам и 15 по 15 одномандатным территориальным округам. Все депутаты маслехатов городов и района будут избраны исключительно по мажоритарной системе. К слову, в кабине для голосования казахстанцев будут ждать сразу пять бюллетеней. Все нужно опускать в одну урну, пояснили в ЦИК. Пять бюллетеней, соответственно, графа против всех будет присутствовать во всех пяти избирательных бюллетенях. В мегаполисах по четырем, а во всех остальных регионах по пяти избирательных бюллетенях будут голосовать граждане. К слову, на проведение выборов в мажоритии с парламентой Маслехатой страны, возможно, удастся сэкономить бюджетные деньги. Как заявила член ЦИК Сабила Мустафина, такая практика была во время предыдущих избирательных кампаний. Напомню, на предстоящие выборы планируют выделить почти 33,5 миллиардов тенге. Референдума в прошлом году. Мы вернули в бюджет 1 миллиард 600 миллионов тенге из выделенных средств. А на президентской кампании мы вернули 1 миллиард 900 миллионов тенге. Почти 80% кампании – это оплата труда членов комиссии всех уровней. Не все члены комиссии работают полноценно весь период кампании. Кандидатские расходы, которые мы планируем, не все кандидаты используют. И также после проведения государственных закупок, тоже сегмент такой ощутимый, что во всех территориальных наших избирательных комиссиях и в самом ЦИКе мы тоже имеем экономию. Центры избиркоми напомнили, что в новом составе мажориса не будет квоты от Ассамблеи народа Казахстана. Ее представители теперь будут в Сенате. Кроме того, участвовать в выборах могут не только члены партии и неправительственных организаций, но и самовыдвиженцы. Тимур Сапар, Ерлан Урысбаев, Хабар, 24. Аманат Акжол и НПК поддержали решение президента о проведении внеочередных выборов депутатов. Председатели партии сделали обращение и заявление в связи с назначением даты выборов мажориса и маслехаты. По словам Ерлана Кушанова, обновление институтов власти – это требование времени, которое приведет к демократизации общества. В партийной фракции в Мажорисе создана правовая основа для политических реформ. Это делалось открыто, вместе с обществом. Партия всегда рядом с людьми в сложные моменты. Мы были первыми, кто помогал пострадавшим жителям Кустаная и Кибастуза, регионам, столкнувшимся с паводками, объединяли волонтеров, доставляли гуманитарную помощь, кормили людей. Мы менялись вместе со страной, отвечая новым запросам граждан. О грядущих выборах высказались и в Народной партии Казахстана. Мы идем на выборы, чтобы реализовать те решения, которые позволят удовлетворить текущие запросы общества на качественно новую жизнь. Мы хотим имеющуюся возможность превратить в эффективный инструмент выражения интересов и мнений многонационального казахстанского народа. Государственный советник Ирлан Карин опубликовал пост в своем телеграм-канале о предстоящих выборах Мажелиса и Маслехаты, в котором назвал 10 главных новшеств. Впервые с 2004 года, по его словам, кандидаты в Мажелис будут избираться по одномандатным округам. При распределении мандатов будет действовать 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями. Выдвигаться теперь можно не только от партий и НПО, но и самостоятельно. К тому же снизили порог для прохождения партии с 7 до 5%. В новом составе Мажелиса не будет квоты АНК. А еще в выборах теперь могут участвовать 7 партий, 2 из которых зарегистрированы после вступления в силу новых норм закона о партиях. Избиратели будут голосовать по 5 бюллетеням. В городах республиканского значения по 4. Предстоящие выборы в Мажелис могут оживить парламентскую работу, считает директор Казахстанского института социологических исследований Еркин Тукумов. По его мнению, вероятнее всего, в Нижнюю палату пройдут депутаты, которые пользуются авторитетом в своем регионе, а также имеют тесную и налаженную связь с населением. Я надеюсь, я очень надеюсь, что парламент увидим совершенно другой. Более зубастый, более социально ориентированный, где будут подниматься серьезные вопросы и серьезные ответы. И, по крайней мере, в этом есть роль парламента. Я надеюсь, что вот эти все классы политической реформы даст нам серьезный импульс для экономической реформы. Почему? Потому что экономический застой, который был в последние годы, это фактически было обусловлено политическим определенным застойом. И наоборот, политическая конкуренция приведет к экономической конкуренции. Правильное решение. Почему? Потому что сейчас очень много образованных молодых специалистов, которые должны показать себя, чем они вообще могут изменить наш Казахстан в лучшую сторону. Поэтому, я думаю, это очень прекрасная возможность расширить наш Казахстан и узнать наших лучших-лучших молодых специалистов. В любом случае, любые перемены – это всегда к лучшему же. Правильно же? Только за, наоборот, надо молодежи давать дорогу, давать им возможность реализоваться, показывать. Я думаю, потому что молодежь, они больше склонны не к деньгам, а именно к тому, чтобы показывать себя, развиваться и что-то делать, привносить и созидать. Мы хотим изменить страну, это действительно. И делать только лучше. Да, я думаю, это классно. Это прям, как бы, открытая демократия, я считаю. Я думаю, так. Ну, конечно, ждем перемены. Хорошие перемены. Ну, мы сейчас верим в то, что будет новый Казахстан, и поэтому выборы, конечно, будут более позитивными. И я думаю, выбирать будут более достойных. И мне кажется, надо обновление состава мажориста, ну, более молодых, давать дорогу молодым. Они более энергичные, они более позитивные, они думают совершенно по-другому. В Казахстане усилят контроль за незаконным вывозом ГСМ. Решение принято на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами под председательством премьер-министра. Как стало известно, есть случаи нелегального вывоза дистоплива и бензина под видом мазута, печного топлива и различных растворителей. Алихан Смаилов поручил Минэнерго совместно с заинтересованными госорганами принять меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны, особенно в период проведения весеннепылевых работ. Жителям Ридера компенсируют плату за недопоставленное тепло. Из-за аварии на ТЭЦ температура в квартирах, домах горожан не поднимается выше плюс 15 градусов. Сотрудники регионального департамента по регулированию естественных монополий уже занялись перерасчетом тарифных смет. Процесс также курирует прокуратура. В ноябре Ридерцы не платили за неоказанные услуги. Сейчас абоненты ждут новых квитанций за декабрь и январь. Антимонопольные службы советуют горожанам фиксировать недопоставки тепловой энергии совместно с КСК и ОСИ и направлять замечания поставщикам услуг. День еле теплая, сегодня батареи нагрелись. Но в общей сложности, если брать с 5 ноября, ну процентов 30, наверное, с всего этого времени у нас было отопление более-менее нормальное. Жителям Ридера будет произведен перерасчет за недопоставленную тепловую энергию и некачественно поставленную тепловую энергию. Для этого мы с органами прокуратуры работаем и внесем предписание. Часть жителей города Сарань и весь поселок Актас в Карагандинской области переплачивала за тепло. Теперь для 6 тысяч потребителей введен компенсирующий тариф. Он ниже на 17%. Теплоснабжением занимается Сарань Теплосервис, на балансе которого 7 котельных. По данным Департамента экономических расследований, коммунальное предприятие приобрело по завышенной цене уголь, который субсидирует государство. По факту ухищения бюджетных средств заведено уголовное дело. Обвиняемым стал директор компании-поставщика. В ходе расследования выяснилось, что вместо дорогостоящего угля в котельные привозили шлам, что сказалось на качестве отопления. Недобросовестный поставщик возместил ущерб государству более 5 миллионов тенге. Мы провели анализ документации ТО Сарань Теплосервис. Их тарифные заявки по увеличению тарифа попало в поле зрения, что уголь был приобретен по завышенной цене. Хотя тогда как в то время фактически уголь стоил в два раза дешевле. В Кустанайской области началось следствие по делу о хищении при капитальном ремонте плотины в Джангельдинском районе. На скаме подсудимых экс-руководителя отдела ЖКХ и два представителя подрядных организаций. Их подозревают в хищении 81 миллиона тенге. При этом бывший госслужащий свою вину не признал. Напомню, на ремонт гидросооружения из республиканского бюджета выделили почти 200 миллионов тенге. Но после первого паводка дамба дала течь. Следствие подозревает, что глава отдела ЖКХ подписал акты приема объекта, зная, что выполненные работы не соответствуют проектно-смертной документации. Мамиров совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 189, часть 4, пункта 2 УК Республики Казахстан, растрата, то есть хищения чешового имущества, веренного виновному, совершенному в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. 70 населенных пунктов Восточного Казахстана попали в зону паводковой опасности. Районы утопают в метровых сугробах. Спасатели и бригады коммунальных служб опасаются резкого весеннего половодия. В регионе уже сейчас расчищают водопропускные каналы, мостов и гидросооружений. В порядок приводится рычная система. Вячеслав Фитлугин о возможных последствиях снежной зимы. А ведь наша задача почистить три ручья, вот таких вот, полностью очистить надо будет, чтобы трубы были чистыми. Ключевая задача экстренных служб сегодня освободить от тонн снега и наледи свыше 100 подмостовых водопропускных систем. И пробираться к гидросооружениям приходится через вот такие снежные коридоры, освобождая путь спецтехникой. Подготавливаем подъездные пути, чтобы прошла машина с горячей водой. А долго приходится пробивать? Ну, здесь на данный момент, в принципе, часа два-три. Итак, несколько часов только чистят дороги к водопропускным системам. Коммунальные службы уже разгребли 86 тысяч кубометров снега. Все усилия ради главной цели – отогрева почти двух километров труб. Ну, проходимость достаточная. Глубина здесь, конечно, сверху начинает подмерзать. Как видите, под каждый мост необходимо заглянуть и убедиться, обеспечен ли дренаж водостоков. Снега намного больше, чем в прошлом году. Ну, это повлияло на промерзание почвы. В этом году промерзание почвы меньше, чем в прошлом году. Но, однако, увеличивает количество воды в весенний период. Большую весеннюю воду от жилых районов Усть-Каменогорска отведут 24 арыка. Внимание спасателей сфокусировано на микрорайоне Согра, где три полноводных ручья. По городу Усть-Каменогорску у нас существует 11 поводкоопасных участков. Эти участки у нас находятся в основном на окраинах города. Самый такой потенциально опасный участок, за который в первую очередь мы смотрим, это район Согры. Только в областном центре в случае реальных поводковых угроз мобилизуют больше 70 спецмашин. По прогнозам спасателей, за счет своевременных мер в 15 населенных пунктах региона угрозы подтоплений уже нет. В 46 риски весеннего половодия сведены к минимуму. Вячеслав Ветлукин и Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Крупные гидротехнические сооружения в Большом Алматинском и Оксайском ущельях близ Алматы введут в эксплуатацию в течение года, заявили в Касселе защите. Плотины позволят избежать разрушений и жертв в юго-западной части Алматы в случае селевых выбросов и паводков. Сейчас идут строительные работы. В городском департаменте ПЧС уже сформирована группа, которая должна защитить население мегаполиса, если стихийное бедствие все же произойдет. Тему продолжит наш корреспондент Григорий Беденко. Сегодня руководство городского департамента по чрезвычайным ситуациям, а также ведущие специалисты Касселя защиты, проинспектировали строящиеся в горах Заялицкого Латау новые гидротехнические объекты. Как известно, возведения крупных плотин, которые должны сдержать катастрофические сель, начались в Оксайском и Большом Алматинском ущельях два года назад. Наиболее крупное защитное сооружение строится в бассейне реки Оксай. Его высота 75 метров, длина превышает 260. Необходимость в таких объектах возникла в последние годы, так как предгуре Заялицкого Латау стали активно осваиваться. Ниже этой плотины проживает свыше 30 тысяч человек. И надо учитывать, что в выходные дни дополнительно приезжает более 5 тысяч человек. Очень важно обеспечить своевременный и качественный ввод данного инженерного сооружения. Государством выделено 23 миллиарда тенге на это сооружение, и на этот год у нас предусмотрено 7 миллиардов тенге. Срок ввода в эксплуатацию – это декабрь 2023 года. Плотина Аюсай значительно ниже Оксайской. Ее высота чуть более 40 метров. Однако она длиннее – около 330 метров, так как Большое Алматинское ущелье шире. Общая стоимость объекта – 10 миллиардов тенге. На завершение строительства плотины в этом году выделяется 1 миллиард 48 миллионов тенге. В отличие от Оксайской плотины, аналогичный объект, который возводится в Большом Алматинском ущелье, уже почти полностью завершен. Его сдача в эксплуатацию запланирована в апреле. И сейчас здесь ведутся финальные работы. Предполагается, что в будущем плотина Аюсай надежно защитит юго-западную часть Алматы от крупных паводков и селевых проявлений. Сегодня службы гражданской защиты Алматы активно готовятся к предстоящему селеопасному сезону. Как известно, вокруг города в горах расположены 50 моренных озер. 12 из них по-прежнему считаются прорывоопасными. На семи моренах в этом году планируется провести работы по снижению уровня озер. ДЧС также ввело в эксплуатацию автоматизированную систему наблюдения за опасными озерами. Всего работает 31 станция. 8 из них установлены непосредственно на таких водоемах. На случай стихийного бедствия создана группировка сил и средств гражданской защиты. Общее количество которых составляет более 1600 человек. 618 единиц техники, 85 единиц мотопомп, 99 единиц автономных электростанций. Также в службах гражданской защиты заготовлены 13 700 мешкотар и 590 тонн инертного материала. В целом, группировки готовы. Также впервые за последние годы расширяется технический парк касселезащиты. МЧС передал для своего подразделения 30 единиц автомобильной и специальной техники. Она поступит в филиалы ведомства. Кроме того, планируется повысить заработную плату специалистам, которые будут работать на опасных участках Высокогорье. Григорий Беденкаби, Наренбаев, Алматы, Хабар, 24. Рекордное количество участников и больше 200 панельных сессий. Остаются считанные часы до завершения Всемирного экономического форума. На протяжении пяти дней политическая и бизнес-элита обсуждала в швейцарском Давосе замедление мировой экономики, деглобализацию, изменение климата и другие темы. О главных из панельных сессий готова рассказать моя коллега Вероника Боярова. Она подключается к эфиру. Вероника, здравствуй. Бульнара, приветствую. Это первая встреча в классическом формате за двухлетний перерыв из-за пандемии. Поэтому, конечно, тем накопилось много. Все понемногу там затронули. Я сейчас расскажу подробнее. Начиная со вторника в Давосе одновременно стартовали от двух до одиннадцати обсуждений. В некоторые дни насчитывалось больше семидесяти панельных сессий. А сегодня упомянули и нашу страну. Глава образовательной платформы Курсера рассказал о примере соотпартнерства с Казахстаном, выступая на сессии, посвященные современным методам обучения. Согласно договоренностям, курсы на платформе будут доступны для 20 тысяч студентов из 25 региональных университетов Казахстана. Ожидается, что в ближайшие три года возможность бесплатно пользоваться материалами получат 100 тысяч учащихся наших вузов. Мы на этой неделе объявили о своем сотрудничестве с правительством Казахстана. Министерство образования высоко оценивает наши профессиональные сертификаты и внедряет обучение на платформе Курсера в учебную программу большинства государственных университетов в стране. На форуме своей актуальностью особенно выделилась тема энергокризиса. За последний год перебои в поставках энергии сильно ударили как по бизнесу крупнейших предприятий, так и по кошельку владельцев домохозяйств. Эксперты обсудили вопросы формирования будущего энергетики, использования материалов и инфраструктуры в контексте поликризиса. Думаю, что в настоящее время мы не видим ограничений на рынке, но мы должны осознавать, что есть некоторые неопределенности. Первая – это Китай. В прошлом году потребление нефти и газа в Китае снизилось впервые за 40 лет. И давайте не будем забывать, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. Если его экономика восстановится в этом году, тогда спрос будет очень сильным и окажет давление на рынке. А вторая – Россия. Есть много вопросов относительно ее способности экспортировать ресурсы из-за собственных проблем, а также из-за санкций. Экспорт нефти из России в настоящее время сокращается, как мы и прогнозировали, и будет продолжать сокращаться в первом квартале этого года и далее. В этой связи глава Международного атомного агентства предполагает, что в долгосрочной перспективе нефтяная промышленность России столкнется с проблемами, потому что страна потеряла своего главного клиента – Евросоюз. К слову, представителей России на форуме не было. Китай же представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Это первая зарубежная поездка для политика такого уровня с момента, как в стране ослабили ковидные ограничения. Выступая на панельной сессии, он отметил, Китай открыт для глобального сотрудничества после трех лет изоляции, вызванной пандемией. Одно из наших направлений будет сосредоточено на расширение внутреннего спроса, обеспечение бесперебойной работы производственных цепочек и цепочек поставок. Мы будем поддерживать здоровое развитие частного сектора и углублять реформу государственных предприятий. Мы приветствуем увеличение иностранных инвестиций в Китай. Способность мировых лидеров бороться с глобальными вызовами, в частности с климатическими, поставила под сомнение Грета Тунберг. Экоактивистка не первый раз приезжает в Давос. Она была и на предыдущем форуме в 2020-м. На тот момент 17-летняя Грета заявила об отсутствии прогресса в защите климата. Спустя три года ее мнение не изменилось. Мы находимся в Давосе, где собрались люди, которые в основном сами и помогают разрушению планеты. Люди, которые находятся в самой сердцевине климатического кризиса. Люди, которые инвестируют в ископаемое топливо. И все же, каким-то образом, это люди, на которых мы полагаемся в решении наших проблем. А они снова и снова доказывают, что у них в приоритете корпоративная жадность и краткосрочная экономическая прибыль. В ходе более чем 20 сессий, посвященных торговле и инвестициям, которые состоялись на этой неделе, мы почувствовали, что повестка в области торговли пользуется очень большой поддержкой. Но торговля также должна быть более инклюзивной. Она также должна быть связана с климатом и другими важными вопросами. И это также было сильным сигналом здесь. Стоит отметить и то, что за время проведения форума в Давосе количество снега на склонах в этом курорте сократилось в среднем больше, чем на 40%, по сравнению с 1971 годом, когда состоялся первый форум. Давос то и дело критикует. Основанный в 1971 году форум пропагандирует международную торговлю, свободное передвижение рабочей силы, также много внимания уделяет проблемам экологии. И судя по программе этого года, где в том числе значились темы коронавируса, применение искусственного интеллекта и регулирование криптовалюты, мероприятие следует трендам и расширяет повестку. Но есть и те, кто считает форум не местом, где решают проблемы, а местом, где происходит элитный нетворкинг для богатейших людей планеты. Тем не менее, в этом прошедшем потоке сессии прозвучало большое количество мнений и идей. И в своей заключительной речи глава Всемирного экономического форума Берге Бренде отметил, что в вопросах климата и всемирной рецессии был, цитата, «достигнут прогресс». Кульнара, на этом у меня все. Теперь будем ждать следующего Давосского форума. И возвращаю эфир. Объединить усилия в борьбе с терроризмом в Центральной Азии призвали ведущие эксперты стран региона. Государствам, по их мнению, следует разработать единую стратегию противодействия экстремизму. Эти и другие проблемные темы они подняли на встречу в Астане. В этой стране существует ряд проблем, которые могут опять активизировать деятельность различных террористических и экстремистских организаций. Естественно, нестабильная пока ситуация в Афганистане имеет непосредственное влияние и на ситуацию в нашем регионе в Центральной Азии. Прежде всего, я бы хотел сказать, что мы наблюдаем активизацию деятельности в странах Центральной Азии и террористических и экстремистских организаций. Нам необходим механизм совместных деятельностей именно правоохранительных и силовых структур. Особое внимание считают эксперты. Стоит также уделить вопросам кибер- и продовольственной безопасности в регионе. Необходимо задуматься и над реализацией новых экономических реформ. Нам важно в целом сейчас понять, какие нам нужны экономические реформы, модели, для того, чтобы трансформироваться к миру, который очень быстро меняется. У нас сейчас есть возможность запрыгнуть условно последний вагон технологического развития. Мы понимаем, что в регионе очень многие проблемы, которые мы можем решить только сообща. То есть те же водные проблемы, транзит, туризм, развитие человеческого капитала – это только вместе. Эксперты говорят о том, что к 2050 году в водостоке этих рек Амудари может сократиться на 15%, Сардари на 5%. В результате пострадает сельское хозяйство, скажется на производительности сельхозпродукции. А это, конечно же, сильно взаимосвязано и с проблемами продовольственной безопасности. Поэтому это такой колокол тревоги, который начинает стучать и который требует пристального внимания всех нас. В Казахстане с этого года кардинально изменится модель развития науки. Закрытые научно-исследовательские институты перейдут на открытый формат исследований. Это связано с дефицитом ученых в стране и недостаточным интересом к отрасли у молодого поколения. Средний возраст сотрудников научно-исследовательских институтов составляет 59 лет, а ученых Академии наук – 69. Увеличение финансирования поможет решить проблему, считает министр науки и высшего образования. Если в прошлом году на развитие отрасли направили 59 миллиардов тенге, то в этом году из бюджета выделят 168 миллиардов. В следующем году и того больше 240 миллиардов. По мнению Сейсата Нурбека, отечественную науку необходимо связать с бизнесом. Крупные компании, которые профинансируют изобретения и будут использовать их в производстве, получат от государства налоговые льготы. Есть два-три очевидных преимущества такой формата модели. Первое – постоянный приток свежей крови, постоянный приток свежих идей. Второе – в университетах более открытая атмосфера, есть место для ошибки, есть место для экспериментирования, есть место для создания инноваций. И третье – мы сейчас будем наращивать кадровую подпитку науки. У нас критически мало людей, занимающихся наукой. В Казлардинской области возобновляет работу завод по переработке корня солодки. Амбициозный проект стоимостью около 2 миллиардов тенге был запущен по программе индустриально-инновационного развития в Жалагашском районе. Снижение цены на продукт на мировом рынке стало причиной закрытия завода 6 лет назад. Сейчас учредители намерены реанимировать предприятие. Глицеридиновая кислота, полисахариды и экстракт из корня солодки – эти компоненты – главные составляющие сотен различных медицинских препаратов. Именно на их производство был когда-то нацелен завод. Продукцию экспортировали в Китай и Южную Корею. Однако с падением цен предприятие закрылось. Сотни специалистов оказались не у дел. В негодность пришло и дорогостоящее оборудование. Учредителям завода предстоит восстановить практически все производственные линии. Многое пришло в негодность. Остановка оборудования даже на год может вывести ее из строя намного. А тут техника проставила несколько лет. Все заржавело. Пришлось заказывать запчасти из Китая, чтобы приступить к ремонтным работам. Ремонтные работы на объекте идут полным ходом. Завод перешел с мазута на газ. В производственных цехах установлены новые печи. Предприятие будет выпускать до 20 тонн готовой продукции ежедневно. Запуск намечен на конец текущего месяца. Поддержка оказана и со стороны районного Акимата. Проведена работа с областными управлениями, которые отвечают за своевременную доставку оборудования и поставку сырья. Последнего собрано около 1000 тонн. С вводом объекта будет трудоустроено 60 местных жителей. Особый акцент учредители завода сделают на заготовку сырья. Корень солодки намерен выращивать на собственных полях. Под ценную культуру отведут 50 гектаров площадей. Райхан Тажибаева, Альбина Кумаргалеева, Нуржан Музарапшин, Айтмухамбет Байдулдаев, Казлардинская область, Хабар, 24. В Алматы прошел закрытый показ документального фильма «ЖАСА». Он рассказывает о жизни детей из детских домов и их социализации в обществе. Идея принадлежит общественному фонду «Союз ЖАСА». Его миссия – научить детей коммуницировать. Для этого организовываются поездки по уникальным местам Казахстана. Проводятся обучающие мастер-классы с успешными людьми. По результатам таких поездок и был снят фильм. Воспитанники детских домов рассказали, как им живется и что важно для них. В процессе наших выездов появилась идея создания фильма. То есть фильм мы снимали с разными детьми, с которыми мы ездили. И в Актау, и в Алматы, и в ИСКО, и в Паладаре. Им не хватает поверить в себя, в свои силы, потому что они все уникальны, они все очень классные. Я был в восторге от общения с детьми. И я очень надеюсь, что если наш проект поможет детям, которые с нами ездили, поверить в свои силы и реализовать свои цели, то я считаю, что цели нашего фонда были достигнуты. И на этом все. Спасибо, что смотрели нас.